Ключи от собственных квадратных метров – такой подарок детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей – вручил глава Славянского района Роман Сенеговский. О счастливых обладателях нового жилья расскажут Надежда Неткачева и Георгий Калинин. В районной администрации в торжественной обстановке вручили ключи от 32 новых квартир молодым людям из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это стало возможным благодаря инициативе главы региона Александра Ткачева и краевой программе «Дети Кубани», которая действует с 2009 года. За это время в Славянском районе жилье получили 116 сирот. С напутственными словами к новоселам обратился глава района Роман Сенеговский. Самое главное, что должно быть в жизни у каждого человека – это, конечно же, семья, это крыша над головой. И я рад, что сегодня, в Новый год, вы все получаете ключи у нас, обретаете своё жильё. И я уверен, что вам это всё понравится, наши новые квартиры. Разделить радостные события вместе с 32 молодыми людьми, обустраивающими новое жильё, пришли председатель районного совета Григорий Литовко, прокурор Славянской межрайонной прокуратуры Андрей Крючков, настоятель Свято-Успенского храма отец Никита. Все те, кто приложил усилия, чтобы в окнах квартир засиял яркий свет. Друзья, близкие люди, а также ребята, которые в 2013 году получили квартиры по губернаторской программе «Дети Кубани». Это счастье, это радость иметь своё жильё. Я благоустроила свою квартиру, сделала из неё уютное гнёздышко. Я желаю вам, новосёлы, беречь свою квартиру, обустраивать её, цените свой дом. Поэтому желаю вам в новой квартире обрести любовь и радость. Долгожданный момент наступил. Ребята, не скрывая радости, один за одним выходили получать ключи от своих новых квартир. Отец Никита богословил начало нового этапа в жизни молодых людей и вручил каждому икону Божьей Матери, чтобы она оберегала их семейное гнёздышко. Получили новосёлы сладости, памятные подарки, а также вымпел с новосельем, содержащий очень важные жизненные советы. Стань настоящим хозяином, подружись с соседом, воспитай ребёнка, береги семью и свой дом, живи по законам добра и взаимопонимания, добивайся поставленной цели. Также на вымпеле указаны телефоны и адреса социальных служб. Свой дом – это не просто четыре стены и крыша над головой. Это целый мир, мир, который наполнен атмосферой добра и покоя. Ребята решили сделать ответный подарок. Губернатору Кубани они послали телеграмму со словами благодарности. Уважаемый Александр Николаевич, позвольте выразить вам искреннюю благодарность за великое участие в судьбе детей-сирот и детей, оставшихся без причинения родителей. Каждый человек нуждается в поддержке в доме и семье. Спасибо вам за то, что в крае действует бюджетская программа «Дети Кубани», которая будет уже на протяжении нескольких лет, работает, оплавляет действия рода, помогает нам решать жилищные вопросы. После торжественного вручения ключей ребята отправились в свои новые квартиры. Супруги Борисенко ранее снимали жилье, на которое уходила треть семейного бюджета. Теперь все изменится. У них появилось собственное уютное гнездышко. Это радостное очень событие. Ждали два года. Теперь мы очень счастливы. У нас есть семья, растет маленький сынок. Теперь есть еще своя крыша над головой, как говорится. Переехать в новый дом Анастасия с мужем Иваном и сыном Марком собираются уже скоро. А пока супруги строят планы, как будут обустраивать свое жилье. Мебель все завести, конечно же. Тровать в первую очередь, столы, диваны, кухню. Ну и все со временем. Судьба Яны Фуниковой сложилась непросто. Ее родители лишены родительских прав. Вместе со своей сестрой воспитывалась в интернате. Девушка всю жизнь мечтала о собственной крыше над головой. Теперь ее заветная мечта сбылась. Вместе с дочерью Яна переезжает в новую квартиру. Я очень счастлива, очень рада. Не верится. Я думаю, она изменится в лучшую сторону. Это уже свое жилье, естественно. Что-то уже думать, благоустраивать. На воселье событие радостное и хлопотное. Ребятам предстоит еще многое сделать, чтобы их семейное гнездышко стало по-домашнему теплым и уютным. Все это было бы невозможным без помощи краевых и районных властей, которые находят средства на поддержку сирот. Надежда Неткачева, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова